Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава книги притчи и перевод российского библейского общества читаю для библейского портала экзегет. Мы в седьмой главе видели портрет развратной женщины, которая выпроводила мужа в какую-то деловую поездку, сама принесла пиршественные жертвы, постелила постель, надушила ее и пошла красивого парня завлекать к себе, и он как олень на убой в ловушку идет за ней. Ну, понятный образ, и в общем, первая глава книги притчи, вот до седьмой включительно, они очень много и подробно говорят об опасностях такой блудницы, что ей противоположно. Наверное, добродетельная женщина, которая верна своему мужу, все хорошо делает. Да, такая женщина появится, это будет последняя глава книги, но здесь нет, здесь совсем другой образ, потому что книга притчи не просто противопоставляет, вот знаете, как у Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо, вот плохо ведет себя мальчик, вот он хорошо себя ведет, да? Она противопоставляет ценности. Это немножко другое, чем образ поведения. Вот ценности этой женщины сделать так, чтобы все было красиво, внешне благопристойно, благочестиво даже, но чтобы получить максимальное удовольствие. А что противопоставляет этому? Посмотрим. Не премудрость ли это зовет, не ее ли разумный голос слышен. На вершине холма, над дорогой, на перепутье она стоит. А эта развратница тоже, кстати, выходила на городские площади, но чтобы больше народу участвовало в конкурсе за ее руку и сердце. У ворот городских взывает, при входе в город восклицает. То есть премудрость – это не что-то такое потаенное. Вы знаете, там есть какая-то такая там обитель тайная, или вот там есть секретные книги, вот есть там сообщество единомышленников, его надо найти, туда очень сложно войти. Нет. Премудрость – это то, что обращено ко всем. Это вот билборды на перекрестке, да? Вот нельзя не заметить. Как интересно. Очень многим людям это не нравится, им кажется, что премудрость – это что-то исключительно тайное для нашего узкого круга. Нет, это для всех. Вас, люди, зову я. Мой призыв к сынам человеческим. Та развратница взывает к одному конкретному парню, который я понравился. Это ко всем. Простаки, научитесь проницательности. Глупцы, наберитесь ума. Смотрите, она начинает довольно резко. Та как раз очень мягко, а премудрость обличает. Но она не зацикливается на этом, она не говорит, какие же вы глупые, тупые, ничтожные, как я вас. Ненавижу всех. Нет. Она просто говорит, вам не хватает ума. Но есть способ его приобрести. Слушайте мою возвышенную речь, ибо правда у меня на устах. Истину вещает мой язык, и мерзко устам моим злом. Праведны все мои речи. Ни лукавство в них, ни обмана. То есть, ну как раз я сказал, билборды, рекламные кампании обычно содержат и лукавство, и обман. То есть, важно продать свой товар, да, рассказать, какой он самый замечательный, как все хорошо. А вот образ настоящей премудрости, она открыта, она для всех. Она не льстит, и она честна. Сколько у нас уже важных признаков? Как нам отличить настоящую премудрость от мнимой премудрости, которая будет такой популярной, и была такой популярной среди людей, ищущих знания, вот тайное знание, да. Итак, все они для разумного открыты, доступны для ищущих знания. Ничего такого сверхсложного, да. Ну, как известно, любой настоящий специалист может объяснить простому человеку, так, чтобы стало понятно. Не любой хочет, не любой любит, но любой может. А если начинаются какие-то туманные слова, абстрактные термины, то это надувательство почти всегда. Цените мое наставление выше серебра, знания выше червонного золота, ибо мудрость прекрасней самоцветов, ничто желанное с ней не сравнится. Тогда у них были только драгоценности, ну, конечно, были там всякие ткани, дома, сегодня, ой, сколько у нас есть других дорогих предметов. Я премудрость, и со мной проницательность. У меня знание и прозорливость. То есть, вот здесь несколько слов в древнееврейском языках, довольно трудно перевозить разными русскими, потому что это, в общем, близкие понятия. Ну, это вот такой комплекс вещей, комплекс, даже не скажешь, вещей, идей, символов, явлений. Вот комплекс всего, связанного с гармоничным постижением мироздания и своего места в нем. И дальше. Страх Господний – это ненависть ко злу, гордость и заносчивость, путь зла, я в живую стоя ненавижу. Страх Господний, с которого начинается Господа, бояться, вот в чем мудрость, начинается эта книга. Что это такое? И к этой теме будет возвращаться она. Это ненависть ко злу. Первые условия. Вот не просто я не творю зла, потому что боюсь уголовного преследования. Я бы украл, но меня аж посадят. Нет, это ненависть именно ко злу. Я ненавижу воровство, насилие и так далее. Дальше. Гордость, заносчивость, путь зла, лживые уста. Вот и отношения, и действия, и образ действия. Я ненавижу, говорит Пряму. То есть, есть вещи со мной несовместимые. У меня совет, у меня успех. Я разум, со мною сила. Благодаря мне царствуют цари, и властители устанавливают справедливость. Ой, если бы цари всегда все были мудрыми. Открываем учебник истории, или еще лучше смотрим вокруг себя, все ли правители всегда мудры. Ой, нет. Но здесь же не идет речь про конкретных царей, их список. Вот они все мудры. Но благодаря мне они царствуют. То есть, если есть какая-то общественная структура, если есть государство, в хорошем понимании этого слова, да, которое дает своим гражданам справедливость, порядок, устанавливает справедливость, как тут сказано, то это потому, что есть принцип мудрости. Конкретный царь может не следовать ему, но он существует. Благодаря мне правители правят, князья и все судьи земли. Ха, что все судьи всегда судят мудро? Ой, нет, мы знаем примеры. Но сам принцип управления справедливости, правосудия, он связан с мудростью. Вообще, люди не просто стадо приматов, которые скачут по деревьям или там бегают по земле, и чего хочет, то и творит. Но общество сложно организованное, потому что есть премудрость. Кто любит меня, того и я люблю, и кто ищет меня, найдет. Мы можем сказать, ну да, премудрость это прекрасно, но я-то глупенький, мне-то это ничего не доступно, кто ищет меня, найдет. Вот, в свою меру, в свое время, по-своему. Богатство и слава со мной, нескончаемое процветание и правда. Лучше золота, червонного мои плоды, я ценнее чистого серебра. Я ступаю по пути праведности и по стезям справедливости, чтобы любящих меня наградить достойно и сокровищницы их наполнить. Ну вот, понятно, люди хотят процветания, благополучия, здоровья, конечно, и жизни долгой. И чтобы в семье все было благополучно, с друзьями, по работе и так далее. И это тоже есть, но не это здесь главное. Вот, что называется, для простаков, для людей, которые не особенно задумываются о глубоких вещах, вот просто мудрость, она приносит благополучие. Раз она основа принципа общественного устройства, значит, если ты ей проникнешься, то у тебя получится занять хорошее место в этом обществе. Вот такой очень простой довод в пользу премудрости. А дальше начинается довод богословский. «Господь сделал меня началом пути своего, прежде всех своих деяний из древля». А вот этот стих, он вызывал очень много возражений и споров. Ну, давайте я сразу скажу. На этот стих опирается арианское богословие. Ариане – это те, кто считают Христа сотворенным, творением отца. И они говорят, смотрите, кто такая премудрость? Вот мы сейчас прочитаем, это же Христос. Вот здесь сказано, он сделал, сотворил буквально, написано, меня. Значит, отец сотворил сына. Еще раз, это арианская точка зрения, осужденная в древности как ересь. И до сих пор эта ересь, надо сказать, периодически всплывает в разного рода богословских течениях. Но, слушайте, это же поэтический текст. Здесь нет богословских формировок. И здесь говорит премудрость, прекрасная царица, которая одновременно есть некое явление Бога в этом мире, но не дождественное ему. Как бы мы сказали, энергия, но не сущность. Но эти слова тоже появятся потом. Это не трактат о трех лицах Пресвятой Троицы, потому что здесь нету этих слов. Лица, ипостаси и так далее. Это некоторый образ. То есть, смотрите, премудрость была при сотворении мира. Вот прежде чем что-то появилось, была премудрость, был некий принцип организации этого мира. И он проявляется в том, как ты себя ведешь. Вот сегодня здесь, сейчас тот же самый принцип. На другом, конечно, уровне. Но смотри, это не просто... Ну, не надо поручительствовать при чужих кредитах. Не надо ходить к чужой жене. Не надо того, сего, пятого, десятого. Такие практические наблюдения над окружающей жизнью. Как сделать так, чтобы быть богатым и счастливым. Нет, это гораздо больше. Как найти свою какую-то гармоничную форму существования в этом мироздании. Проникнуться премудростью принципам этого мироздания. Итак, Господь сделал меня началом пути своего, прежде всех своих деяний, издревле. Я возникла от начала времен, издревле, при основании мира. Прежде первозданной бездной источников, вот я появилась. То есть, первозданная бездна, видимо, вот то, что в самом начале книги «Бытия», да? Когда вначале сотворил Бог небо и землю, и тьма над бездной. Описание этого первозданного мира. Вот еще прежде этой бездной. Еще не были воздрюбнуты горы и холмы, когда я возникла. Еще не создал он тогда земных просторов и первой горсти земного праха. Когда он утверждал небеса, я там была. Когда чертил круг на поверхности бездны. Когда он водружал облака наверху. Когда укреплял источники бездны. Когда полагал морю предел, которого не приступят воды. Здесь вот эти самые источники бездны. Море, видимо, понимается как бездна, как вот некоторая такая водная пучина, в которую погружена земля. И вот уже тогда она была. Когда устанавливал основание земли, я была при нем строительницей. Ну, иногда переводят «я была при нем младенцем». Очень хорошо как раз это сочетается с пониманием премудрости, как второй ипостаси троицы. Но вряд ли это правильно. Иногда еще переводят даже воспитательницей. Потому что немножко переогласовывают еврейское слово. Я думаю, перевод строительницей самый точный. То есть, я была, говорит, премудрость той, кто устраивал это все. Кто мирозданию придавал форму. Кто его, собственно говоря, наполнял собой. Я была при нем строительницей. Была ежедневным ликованием. Веселилась пред ним непрестанно. Веселилась о мире земном. Ликовала о сынах человеческих. А это же вот про то, что Господь при сотворении мира видит, что все хорошо весьма. То есть, творение не просто имело место, но оно имело и оценку. То есть, творение вызывало радость. И особенно о сынах человеческих. То есть, мир – это некая единая, сложно устроенная система, в которой человек самая прекрасная часть. И вот о нем она ликует в особой мире. Значит, смотрите, дело не только в том, что если ты причастен к премудрости, у тебя будут деньги, хорошая семья, благополучная жизнь, доброе имя. Ну, все мы этого хотим, чего скрывать. Но ты оказываешься в гармонии с мирозданием. Причем с мирозданием, каким оно было с самого момента своего возникновения. Ты занимаешь то место в этом мире, которое отведено сыном человеческим. А ведь это гораздо круче. Вот всего того, что я назвал сначала там. Успех, благополучие, семейное счастье, достаток. «А теперь послушайте меня, дети, блажен, кто держится моих путей. Слушайте наставления и будьте мудры, не отвергайте его. Блажен, кто слушает меня, у порога моего дню и ты ночует, с двери мои глаз не сводит». Ну, тот, кто ищет меня постоянно, оказалось бы, хочется мудрость приобрести и держать при себе, но это еще и постоянный поиск. Это что-то такое, что разворачивается во времени, что не дается сразу вот в окончательном виде. «Кто обрел меня, обрел жизнь и снискал благоволение у Господа». Значит, все-таки можно обрести. Это одновременно и поиск, и обретение. Такая вот диалектика, да? А ее ты постоянно находишь, и одновременно ты уже ей обладаешь. «А кто против меня, сам себя губит. Ненавидеть меня, значит, любить смерть». То есть, у нас там было «посмеюсь, когда придет к вам беда, говорит премудрость». Но здесь объясняется смысл всего этого. Не то, что вы будете наказаны, в смысле, премудрость придет, и там плеткой вас как следует. А вы так себя ведете в этом мире, что вы лишаете себя жизни. Вы на себя навлекаете это зло. Дальше в девятой главе будет описание очень яркое и сложное того, как царица премудрость собирает людей на пир. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!